Болткома Доброго дня всем любителям кино, Олег Век в студии, со мной по другую сторону экрана, Владимир Веселов, кинолюб, можно сказать, тот, кто ведает кинематографом, кто в нем все-таки разбирается. Мы вместе постараемся рассказать о премьерах ближайших, рассказать о своих впечатлениях, что успели посмотреть, что понравилось, и, конечно же, призываем не молчать, присоединяться к нашему разговору. Сделать это можно, позвонив по телефону 67212-9399, 67213-9399, или писать нам в WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1, это все наши координаты, в общем, что знал, рассказал. Ну что, тогда с чего начнем, с премьеры или с впечатлений? Наверное, да, наверное, с премьеры начнем все-таки, что будет людям интересно, если вот праздники, конечно, прошли, но праздничное настроение осталось, и, возможно, кто-то вот именно сейчас захочет в эти выходные сходить в кино все-таки. Теперь такая возможность есть. Пока, вот я уж не знаю, да. Долго ли она сохранится, неизвестно, тут печальные новости каждый день, поэтому надо ловить возможность такую. Поэтому давай, может быть, расскажем, какие фильмы появились недавно и какие появятся в ближайшие дни в кинотеатре. Можно быть, сразу скажем о том, что мы принесли в жертву. Сегодня мы, ну вот оба мы получали приглашение посетить премьеру «Свингеров», это как раз-таки русская, ну вот, версия. Я хочу сказать, что вот со съемочной группой и с творческими, значит, людьми, которые принимали участие в создании, мы в пятницу все-таки встретимся в 8.30. Это нам удалось договориться. Но просто из-за того, что мы сегодня ведем программу «Синема» вот в 11 часов, а в 12 специальный будет журналистский просмотр. Мы не смогли встретиться со свингерами сегодня. Да, они смогли отправиться в такой вот, можно сказать, свингер-клуб. Но, тем не менее, картина с участием Дмитрия Нагиева, Пеговой, там масса знаменитых российских актеров. И это версия нашего сюжета, который вот впервые был в латвийском кино использован. То есть хочется обратить внимание, что этот фильм, хоть и российский, но имеет отношение к Латвии, что ему дополнительный интерес представляет. То есть режиссер Андрей Сеттис, латвийский режиссер, и он снял первых свингеров, не помню в каком, лет, не помню, 5-10 назад. Нет, ну 5, не больше, чем 5. Да, ну вот. И, в принципе, они очень понравились зрителям. И потом ему как-то вот пришла такая идея в голову, что можно переснять этот фильм в другой стране с другими актерами местными, но сюжет оставить тот же. И на данный момент таких фильмов уже 6. То есть я думаю, что можно смело звание короля ремейков снимать с Киркорова и передавать его Этису. Потому что он действительно король ремейков. Он сам переснимал свой же фильм на свой сюжет 6 раз. И последний на данный момент это именно российский с Нагиевым и Пеговым и прочее. И, насколько я слышал, останавливается он ненамеренно и планирует снять чуть ли не в Африке свою версию. Но дело в том, что действительно он использует это не просто как ремейк, используя актеров данной страны. Он старается сохранить, сохранив какие-то сюжетные конструкции. А речь идет, ну вот, я думаю, что не будет секретом. Там две пары, которые хотят поменяться, попробовать что-то новенькое. Пикантная комедия положений. В принципе, жанр достаточно популярный раньше. Мне кажется, он не потерял какой-то прелести. И я думаю, что должен заинтересовать зрителей. Но я хочу обратить внимание, что при этом он старается, снимая в какой-то, ну, в другой стране, использовать специфику этой страны. Национальные какие-то особенности юмора, какие-то применения. То есть он не делает ремейк один в один. Ну, кальку, да, конечно же, кальку делать смысла нет. Потому что, естественно, то, что будет понятно и смешно в Латвии, или на Украине, или в Норвегии, где он тоже снимал в Польше, он снимал версию, не будет смешно в России. Понятно, что нужна адаптация, хорошая адаптация. Я читал, что именно российскую версию адаптировал ныне покойный и очень популярный, опять же, латвийский писатель-комик Слава Се. То есть это тоже плюс в копилку этого фильма. Ну да, я помню, что, читая блог Славы Се, он как раз говорил о своем сотрудничестве с Эгисом, что они вдвоем очень обсуждали саму идею. И вот он писал сценарии, вот он делился какими-то, ну, и соображениями с публикой. То есть это вот, в принципе, все рождалось на наших глазах. И эта картина, ну, все-таки Дмитрий Нагиев, наверное, сейчас один из самых популярных актеров, который вот раскрылся внезапно именно как актер. И несмотря на то, что кто-то скажет, что он, ну, один и тот же, ну, то есть вот, ну, как бы... Тем не менее, в конце Чаплин тоже был, тиражировал одну и ту же маску. То есть здесь, мне кажется, не совсем справедливо упрекать актера в том, что он, ну, похож, повторяется из одного фильма в другой. Вот. Ну, и эта картина, наверное, станет, ну, самым таким большим ярким событием этого уикенда, потому что, кроме этого, мультик «Союз зверей», честно говоря, по-моему, это не голливудский, а какой-то европейский, вот если я не ошибаюсь, анимационный фильм, ну, для семейного просмотра. Ну, я еще хотел сказать о фильмах, которые вышли относительно недавно, то есть вот после предыдущей нашей программы, то есть вот в конце, в конце прошлого года, сколько, шесть дней назад, вышла российская картина «Чемпион мира» про шахматы, про игру между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. Вот. Мне кажется, тоже тема шахмат в кино, она вот заиграла относительно недавно, после, допустим, сериала «Ход королевы». Да, то есть, в принципе, россияне в последнее время любят снимать такие спортивно-патриотические, духоподъемные картины, и, видимо, в этом сюжете они тоже что-то такое нашли. Плюс шахматы при всей кажущейся такой эстетичности, я так понимаю, что это достаточно эмоциональный вид спорта, и там, наверное, есть чему сопереживать, так скажем. Но плюс еще к этому фильму, что одну из главных ролей играет Константин Хаббет. Он играет вот как раз-таки Карчнова, и это очень интересно, потому что его такая очень неоднозначная личность, Егора, то есть спортсмен, который считался долгое время надежей и опорой советских шахмат. Затем, когда появился как раз-таки Карпов, Анатолий Карпов, я читал просто мемуары Корчнова, где он описывал свои обиды на тот режим советский, и он говорит о том, что, скорее всего, функционеры увидели, что я уже в возрасте, и, может быть, не такой обаятельный, ну, дескать, вот Анатолий Карпов, он молодой, ну, как, я бы сказал, Гагарин шахмат, ну, практически вот в молодости он был абсолютно вот такой с правильной биографией, такой, ну, вот, рабоче-крестьянской, ну, то есть, ну, вот, и его именно стали продвигать вот именно как будущего чемпиона, то есть стали из него делать чемпиона. И тогда вот Корчной очень сильно начал ревновать, и ощущая то, что его как будто бы задвигают в тень, для него вот это стало, ну, его перестали выпускать на какие-то значимые соревнования, то есть его стали сознательно чуть-чуть вот придавливать, чтобы мог раскрутиться Карпов. И это привело вот сначала к конфликтам, потом к тому, что он уехал на Запад, и, конечно, вот их встреча затем перебежщика, то есть, получается, предателя, изменника Родины, и это был практически идеологический поединок, и вот это их судьба... Значит, эмоционально фильм будет такой, на высоте, так скажем. Ну, да, ну, просто интересно мне очень, как... Я картину еще не видел, но мне очень интересно, конечно, как сыграл вот Хабенский, потому что для него, наверное, это тоже очень интересный опыт сыграть в какой-то степени такого демонического персонажа, очень неоднозначного персонажа. Которого вот с одной стороны будут и любить, и ненавидеть. То есть, ну, я жду с нетерпением момента, когда смогу познакомиться с картиной. Да, еще один фильм вышел тоже буквально два дня назад, или даже вчера он впервые вышел на большой экран. Это «Охотники за привидением. Наследники». Вот, я его даже посмотрел, мне удалось его посмотреть, и я хотел сказать, что это все-таки кино такое олдскульное для, скажем так, для тех, кому по душе были первые две части, снятые еще в 80-х годах. Это прямое продолжение второго фильма. То есть, если пару лет назад было снято такой ребут женский, феминистический, так скажем, «Охотников за привидениями», и он не пользовался большой популярностью, то это, так скажем, ребут скорее детский. Это, в принципе, хорошее детское, ну, семейное развлекательное кино, каковыми и были первые два фильма. Мне кажется, это такая хорошая передача, ну, эстафеты, так скажем, потому что снял этот фильм сын режиссера оригинальных фильмов. То есть, такая вообще просто передача эстафеты получилась полная. Вот, и в нем, в новом фильме появились и исполнители ролей охотников из старых фильмов. То есть, такой, как бы, и кивок был. Ну, и в целом фильм мне понравился. Ну, значит, в общем, надо будет посмотреть. Я еще хочу сказать, что из премьера еще одной картины, которая представляет в последнее время, вот в российском кино появился достаточно такой, мощно о себе заявил жанр космического ужаса. Был же фильм с окиньшиной. Спутник. Спутник, да. А вот теперь «Звездный разум». Тоже такой, как бы, я понимаю, российский ответ чужим. Да, темная лошадка пока непонятна. Непонятно ни по трейлерам, ни по описаниям, непонятно, что это будет. Вот из трейлера, честно говоря, мне как-то немножко стало страшновато за него. Ну, потому что, ну да, начало именно, что в результате коронавируса, ну, в общем, какой-то вирусной инфекции в мире начинается какой-то катаклизм, что пропадает кислород, нужно открыть новые миры, группа астронавтов отправляет с космонавтов на покорение новой планеты, и вот что-то происходит с ними по дороге, и непонятно что. То есть то ли на этой планете, то ли по дороге что-то случается, то есть нам только показывают какие-то фрагменты, но немножко это как-то выглядит, ну, подозрительно, ходульно, шаблонно, то есть, ну, вот как-то вот, что меня немножко настораживает. Все эти ходы там... К сожалению, предсказать в ту или иную сторону пойдет фильм, в хорошую или плохую, невозможно, потому что в последнее время российские фильмы, они качественно поднялись, естественно, но точно так же бывают какие-то ужасные провалы, а бывают, в принципе, достаточно удачные фильмы. Вот тот же «Спутник», да, который, насколько я помню, купили на Нетфликсе для проката за рубежом. Мне еще понравилось из такого фантастики, из жанра фантастики «Польская сверхглубокая», это такой фантастический ужасник. Мне он показался интересным, не все его оценили, но мне он показался достаточно атмосферным и интересным. Вот, но есть, конечно, такие катастрофические провалы, поэтому предсказать, а об этом фильме известно очень мало, но поэтому предсказать, какой будет он, невозможно, пока не посмотрели. Ну, я вот еще хочу сказать два слова об исполнителе главной роли, Егор Корешков, его, может быть, фамилия как-то не очень хорошая, ну, неизвестна, широко известна, но, тем не менее, он сериальный актер, он снимался в огромном количестве сериалов, и я его запомнил еще с сериала «Восьмидесятые». Он там сыграл комсомольского работника, такого правильного, и у него такая же вот внешность, ну, вот, такой типаж, такого немножко, ну, вот, такого советского, вот, убежденного в светлом будущем комсомольца. И затем он снимался в фильме, в сериале «Оптимисты», «Отель Элеон», появился он в сериале «Оттепель», ну, так вот, ну, у него там совсем была маленькая роль. Я его увидел в прошлом году в фильме «Не футбол». Он там тоже играл главную роль, в принципе, ну, тоже такого правильного парня. Ну, да, вот у него, ну, для него, вот, может быть, вот сейчас обращение из сериалов, он пытается, ну, заявите себе в кинематографе на большом экране, ну, вот, я вроде бы очень так симпатизирую этому актеру, мне не знаю, почему нравится, у него какая-то такая вот искренность, какое-то у него такое свежее, какое-то вот, ну, вот, лицо, которое появилось на российском экране. Ну, в общем, фильм «Звездный разум» может стать его звездным часом, конечно. Ну, да, вот, станет или не станет, будем... Да. Еще «Кинокульт» предлагает вот вспомнить, я смотрю сейчас вот в программе очень много старых добрых фильмов, которые будут, ну, выходить снова, и вот буквально 8 и 9 числа в ближайшее время будет «Крепкий орешек» и «Матрица», ну, именно первая «Матрица» оригинальная. Первый «Крепкий орешек». Первый «Крепкий орешек». То есть, ну, на... На меня, честно говоря, загадка, ну, не то, что загадка, а интересно то, что «Крепкий орешек» первый входит в топы новогодних фильмов. То есть никогда об этом не задумывался, потому что... А потом, если вспомнить, ну, если подумать, то вспоминаешь, что действие там происходит в Новый год. И поэтому фильм входит в топы новогодних фильмов, когда, хотя, казалось бы, туда обычно попадают комедии, ну, понятно, да, такой жанр легкий. И когда видишь там боевик с Брюсом Виллисом, сначала очень недоумеваешь. Понимаешь, вот мне кажется, что есть... Это же все-таки, вот как ни странно, это боевик, но в нем присутствует какой-то легкий... Вот то, что мы говорили Джеймсу Бонду в последних фильмах, не хватало вот какого-то чуть-чуть самоиронии, прищура. Вот все эти... Там же огромное количество шуток, когда он... Вспомню, вот мне очень нравился момент, когда жена там переговаривается с подругой, вот они ловят этого Брюса Виллиса, и один из террористов, выходя там, бьет прикладом о дверь со всей дури, говорит, он точно жив, я знаю, только он может так доводить людей. Ну вот это... Ну вот какие-то такие вот диалоги, которые очень хорошо прописаны, регулярно вбрасывают какие-то вот шутки, разряжая атмосферу между сценами экшена. Ну потому что Брюс Виллис был комедийным, в первую очередь, актером, и переходя в жанр боевик, он, видимо, под него, когда адаптировался этот сценарий, видимо, там решили оставить все-таки чуть-чуть юмора, зная, что фанаты Брюса Виллиса будут смотреть на него как, в первую очередь, на комедийного актера. Потому что, насколько я помню, «Крепкий орешек» — это адаптированный сценарий, который должен был быть снят со Шварценеггером, и это должен быть «Команда-2». Если кто-то помнит фильм «Команда» со Шварценеггером, у него должна была быть вторая часть, и вот ее писали, этот сценарий, но Шварценеггер отказался, ее переделали, и сделали «Крепкий орешек», который дал старт карьере Брюса Виллиса. Просто, а еще раньше, дело в том, что был фильм с участием Фрэнка Синатра еще в 60-е годы, это вот роман писателя американского «Тропа», вот имя я забыл, то ли Роберт Троп, и как раз-таки продолжение вот этого романа про крутого полицейского, это был вот взят за основу, лежал сюжет вот о террористах, которые захватывают здание, это был роман вот этого Роберта Тропа, и по идее мог сыграть и Фрэнк Синатра, если бы в те годы решили снимать продолжение, но продолжения не было, в общем, там такая история с бородой получалась, вот очень длинная такая, большая. Вот, так что для тех, кто хочет вспомнить, я честно скажу, я упустил свой шанс, я хорошо помню, когда я учился еще в Москве, в афише, я вот как сейчас помню, вот как раз «Крепкий орешек», и была возможность тогда посмотреть, но кто такой был Брюс Уиллис, вообще никто не знал, то есть я думал, ну, такое количество вот выплеснулось мутного кино в конце 80-х, начале 90-х годов, стали возить, ну, тогда вот открыли, когда шлюзы, к сожалению, сразу же стерлась грань, вот между фильмами, там, категории А и вот Б, С, Д и так далее. И возили очень много такого откровенного мусора, который даже просто на больших экранах в Америке не шел. И я тогда вот думал, что это очередная какая-то, ну, просто чудовищная ерунда, и не пошел. И потом страшно жалел, уже понимая, что я упустил, посмотреть на большом экране вот Брюса Уиллиса. А вот сейчас есть прекрасная возможность. Потому что если вспомнить старые такие бородатые мемы, то можно вспомнить, что в оригинале же он называется «Die Hard», то есть «Крепкий орешек» — это такая вольная очень адаптация переводчиков. А и поскольку в те времена, когда он появился, не было такого официального, официальных прокатчиков, которые дают официальное российское название, вариации были очень разные, очень смешные. То есть я запомнил вариацию «Умри тяжело, но достойно». Это да, это уже. Это уже стало мемом. А я себе представляю, насколько было сложно перевести потом вторую часть «Die Harder». То есть это была игра слов, которая сложная. «Умри тяжелее и достойнее». А вспомни, насколько было смешно, когда фильм «Хэнг-Овер» перевели как «Мальчишник в Вегасе», и вторая часть, которая уже не происходила в Вегасе, «Хэнг-Овер 2», и вот уже нужно было выкручиваться, как вообще, вот что это. Ну то есть это вот всегда очень смешно, когда придумывается другое название, фильм получает продолжение, и тебе уже нужно будет очень сильно постараться, чтобы объяснить, что это такое. Да, и вот я смотрю, вот очень интересные, ну вот в кинотеатре, например, в форум «Синема», традиция тайной премьеры, она продолжается, вот 9 числа, по-моему, 9 января, будет фильм, который не объявлен в самом, ну, в афише, то есть что-то можно будет посмотреть, ну, вот из тех фильмов, которые выйдут на экраны позднее. Так называемая тайная премьера. Вот я хочу в связи с этим просто, ну, сказать, и, может быть, предложить и нашим слушателям вспомнить момент, когда ты приходишь на фильм, что называется, с чистого листа, смотришь его вообще не представляя, что тебя будет ожидать. С тем же успехом, ну, раньше люди брали кассету видеопрокате, может быть, ну, вот забежал, схватил первую попавшуюся видеокассету, хороший фильм, хороший. Включаешь, и ты даже не представляешь, кто там играет, что это, вообще, какой это будет жанр. Это будет комедия или боевик, фильм ужасов или, там, условно говоря, эротика, или что-то еще. И такой вот сюрприз, сюрприз, который тебя ждет. Тем не менее, вот это самые яркие впечатления в моей жизни, я просто могу поделиться, это был момент, когда я прибежал на просмотр, был уверен, что фильм «За пределье», я почему-то думал, что это будет фильм ужасов, и вдруг этот Арсэм Синг, который вот снял «Клетку» с Дженнифер Лопеса, там ряд еще других фильмов, это просто как какая-то сказка, притча, невероятно красивый, удивительный фильм. У него, эти оба фильма, они просто пиршество для глаз, визуализация там просто идеальная. Может быть, «За пределе» по сюжету мне был менее интересен, чем «Та же Клетка», но визуально я помню, что это было действительно наслаждением. И главное, что вот ты смотришь и не знаешь, что будет дальше, потому что ты ничего не читал. И, к сожалению, очень часто действительно бывает так, что рекламная кампания, там трейлеры, может быть, даже спойлеры каких-то там, кинокритиков. То есть человек перед тем, как сходить в кино, он, во-первых, видит содержание, он видит трейлер, а в трейлере показывают очень часто, ну, практически выжимка из всего фильма, ну, разве что только финал ему не объясняют. То есть он получает подробнейшее представление о том, что его ждет в кино. И если он еще прочитал, может быть, там, рецензию «Критика», он уже абсолютно знает все и отношения, провалился фильм или не провалился, как его встречать уже, то есть эту картину, скептически или восторженно. То есть все в восторге, ну, значит, наверное, и мне нужно быть в восторге. Когда ты смотришь, наверное, это вот то же самое на фестивале. Почему вот в фестивале всегда вот такие, ну, наверное, волнительные, потому что картину показывают в первый раз, у нее нету этого бэкграунда, нету этого какого-то груза, уже сложившегося мнения, репутации. И вот люди смотрят это по первому разу. И я вот точно так же помню, когда я смотрел фильм «Мементо» у Кристофера Нолана с Гайем Пирсом и Анной Керриан Мосс. Это было тоже для меня, я не знал, но это был первый фильм Нолана. Никто не слышал про этого режиссера. Я только потом вот прочитал рецензии там американских критиков и узнал, что, ну, как бы, как к этому фильму отнеслись, как его приняли. А тогда вот сама оригинальная идея. Человек помнит только последние 15 минут, которые с ними проходят, затем у него снова стирается вся память. Он пытается найти убийцу своей жены, записывая все, что он узнал, где-то там на руке. И каждые 15 минут он должен начинать с того, чтобы восстановить всю эту информацию у себя в голове. Ну, действие движется, плюс ко всему, от конца к началу. То есть мы все время отскакиваем в обратном направлении. И то есть это все настолько, ну, как бы, неожиданно, настолько это, ну, было оригинально. И если бы я знал эту, ну, о чем фильм, может быть, я бы пришел с каким-то уже скептом. То есть для меня это было открытием. Я сидел, и вот я не знал, что произойдет в следующую минуту. Это было действительно очень, ну, настолько... Фильм запомнился благодаря этому очень ярко до сих пор. Как это вот... Ну, знаешь, я вот, я, к сожалению, не могу похвастаться такой историей какой-то. Я так подозреваю, что это, наверное, профдеформация. То есть я уже очень давно не смотрю фильмы, о которых ничего не знаю и не слышал. То есть, возможно, это прерогатива вот именно зрителей таких далеких от... Ну, не таких киноманов, как мы с тобой, то есть которые не читают кинокритиков, не смотрят информацию о новых фильмах. Потому что сейчас, конечно, благодаря интернету информации очень много. И хочешь, не хочешь, ты просто вот натыкаешься на то, что такой фильм вышел. А раз информация о том, что этот фильм вышел, то обязательно о чем он, обязательно сюжет, обязательно трейлер, возможно, если он уже есть, обязательно кто исполнитель главной роли. И ты уже хочешь, не хочешь, у тебя уже сложилось какое-то впечатление о нем. И дальше ты уже идешь в кино, и либо это впечатление оправдается, либо впечатление превзойдет ожидания, либо наоборот. То есть тут, к сожалению, я не помню такого, чтобы я вот шел в такое табула раса, чтобы я пришел и вообще ничего не слышал о кино. И такое, ага, и на меня снизошло просто что-то такое. То есть, возможно, это было в какие-то очень далекие времена видеопрокатов, действительно, когда только название на кассете, название, кто в главной роли, вот тоже «Умри тяжело, но достойно», и вот и думай, что это за фильм. Обязательно еще «Зубодробительный боевик» с Брюсом Виллисом, «Умри тяжело, но достойно». Вот, собственно говоря, все описание фильма. Ну вот в те времена еще возможно. Поэтому если вспоминать именно из тех времен, то, конечно, я могу вспомнить, что однажды я сходил в видеосалон, если кто помнит, были такие заведения, как видеосалоны, где маленькая комната с видеомагнитофоном и телевизором вставлялась кассетой, и 10 человек на стульчиках, заплатив по одному рублю, смотрели какой-то фильм. И вот я однажды пошел на фильм «Восставший из ада», и я, честно говоря, с трудом помню, как я оттуда вышел в прединфарктном состоянии, и как дошел до дома. То есть это, конечно, было очень сильное впечатление моего детства. Вот, и сейчас, конечно, такого уже не происходит. Ну, видишь, я хочу сказать, что все-таки сейчас мы боимся пойти на фильм, не зная ничего. Мне просто интересно, насколько пользуется вот эта тайная премьера, успехом. Вот сама идея, когда ты приходишь, и тебе что-то показывают, а ты не знаешь вообще, что произойдет. Как премьеру какого фильма ты увидишь? Мне кажется, что начали практиковать это... Помнишь, была возможность посмотреть церемонию «Оскара» на киноэкране? Вот люди ходили, и, как правило, поскольку начиналось с разницы во времени, это где-то красная дорожка в три часа, а пускали в зал уже, начиналась программа в двенадцать, то обычно показывали перед этим какой-то фильм. И получалось так, что ты никогда не знал, какой фильм покажут. То есть это было действительно что-то из новых каких-то вот фильмов, которые просто раз и показывали перед... Ну, до «Оскара», ну, чтобы занять время. И как раз и получалось, что люди, вот приходя совершенно с сюрпризом, то есть они хочешь-не хочешь, но ты вот вынужден посмотреть три часа или просто броди по фойе кинотеатра, жуй попкорн, вот если тебе фильм не понравился, уж совсем так, ну, активно. То есть, ну, выбора не было. И вот после, очевидно, ну, может быть, успеха, ну, когда люди как-то стали, вот, ну, неожиданно реагировали, что фильм, раз ты смотришь, вот, по первому разу. Я очень хорошо помню, что в какой-то год была совершенно проходная комедия «Слова и музыка» с Хью Грантом. Вот, честно, ну, посмотри, вот здесь это правило не работает. Вот, ну, посмотрел, ну, да, ну, комедия с Хью Грантом. Он там играет композитора, там, у которого творческий кризис, молодая девушка ему помогает. Ну, то есть, ну, абсолютно, как бы, фильм, несмотря на... Кот в мешке. Несмотря на то, что это был кот в мешке, но фильм не запомнился. Ну, как бы, абсолютно проходная. А вот когда ты, иногда бывает, что ты берешь вот какой-то фильм и, не зная, о чем он, внезапно получаешь удовольствие, я могу сказать, что на малом экране это был, например, фильм вот из недавних «Тело Христова», польский фильм, где, ну, вот, я действительно ничего, ну, знал только в общих чертах. Парень, который вот отсидел, но стал очень религиозен, он мечтал поступить в семинарию, но туда не берут вот с, ну, с криминальным прошлым, и его отправляют в небольшой городок, ну, он должен, ну, устроиться на работу, ну, вот как бы, ну, встать на путь исправления. А по пути ему удается каким-то образом выдать себя за выпускника семинарии. И он, прибыв в этот городок, заболевает священник, и вдруг к нему обращаются с просьбой провести проповедь, пока не пришлют нового, нового батюшку. И он внезапно открывает в себе вот этот дар, ну, как бы говорить с аудиторией, и он начинает общаться с паствой и становится буквально звездой этого города. Все идут на его проповеди, потому что он говорит с невероятной страстностью. И это фильм, который, ну, ставит религиозные проблемы, и это, с другой стороны, ну, вот как бы интрига, мы ждем, боимся его разоблачения. Абсолютно неизвестные актеры молодые, причем настолько веришь, я читал потом в рецензиях, кто-то писал, я бросилась читать, что случилось, то есть я, что с этим актером, и у меня отлегло от сердца, что, дескать, ну, все с ним хорошо, поскольку ассоциировала она его просто уже с этим героем, вот, зрительница. Действительно невероятно, вот, прекрасно сыграл исполнитель главной роли. Вот эта картина, которая на меня произвела, может быть, впечатление тоже, потому что без бэкграунда я потом только узнал, что фильм был и номинированный на Оскар, по-моему, он был в пятерке даже вот как раз номинантов, то есть, в принципе, картина очень хорошая. И еще один фильм «Головой о стену», немецкий фильм, который рассказывает о турецкой общине в Германии. Если бы я это знал, я бы в жизни никогда вообще этот фильм, ну, то есть, я подумал, господи, жизнь турецкой общины в Германии, да спасибо, до свидания, вот, я лучше там пересмотрю, умри, тяжело, но достойно. А то, что я вот вдруг, ну, начал смотреть, и меня это зацепило внезапно, у меня, к сожалению, сейчас вылетела фамилия режиссера, но просто он потом снимал ряд, я уже стал отслеживать его картины, смотри, ну, этот фильм получил, по-моему, на Берлинале вот «Золотого медведя» или «Серебряного», как, ну, вот одна из лучших картин года, и там играла главную женскую роль, опять-таки, актриса немецкая, которая затем в «Играх престолов» снималась, то есть для нее это стало очень такой стартовой площадкой очень хорошей. И картина про двух человек, которые хотели покончить жизнь самоубийством, и они познакомились в клинике, вот где сидят, ну, вот эти потенциальные, где лечат потенциальных самоубийц, и девушка предлагает заключить фиктивный брак, ну, то есть если вот между ними, ну, якобы они полюбили друг друга, для нее это освобождение от семьи, которая ее, ну, вот, держала в таких, она хотела гулять, ходить по клубам, для него это возможность выйти пораньше, ну, потому что, ну, вроде, значит, все, выздоровели, полюбили друг друга, создали ячейку общества, и они заключают фиктивный брак. Естественно, с одной стороны, мы понимаем, что они должны влюбиться друг в друга, но этим дело не заканчивается, там эта история раскручивается, раскручивается, раскручивается. Фильм невероятно эмоциональный, захватывающий, и, ну, вот, то, что это жизнь турецкой общины в Германии, на самом деле это, ну, как бы это могло быть, ну, можно поменять что угодно, потому что это фильм о людях, а не о... Ну, единственное, что просто там показан вот именно этот мир достаточно традиционный, и вот насколько он ломает, ну, судьбы людей, вот кто согласен принять этот уклад, а кто хочет все-таки стать больше европейцем, вырваться за рамки вот этой этнической ограниченности. Ну, я считаю, что это вот была действительно картина, которая, если бы вот ты знаешь о чем-то, у тебя сразу предубеждение какое-то возникает. Когда у тебя этого нет, психологического барьера, ты смотришь эту картину, и для тебя открывается просто новый мир. Да, ну, судя по описанию, да, действительно, интересно. И, наверное, вот такой формат неожиданный, он как бы интересен тем, что он для присыщенных, так скажем, зрителей открывает заново такую возможность, как, ну, вот магия кино. То есть, ну, пан или пропал, кот в мешке, возможно, конечно, обжечься и попасть на что-то не очень тебе интересное, но, с другой стороны, зато ты возвращаешь возможность удивиться и как-то внезапно какую-то жемчужину найти. То есть, чего, в принципе, в наше время очень сложно добиться из-за вот этого всего соцсетей и прочих. Ну, вот, кстати, фестиваль короткометражных фильмов, которые периодически у нас проходят, вот эти 10 картин короткометражных, которые, ну, вот, их привозят в одной программе, и там как раз вот этим занимается вот наш владельский режиссер Такалов. Он говорит, что как раз-таки вы увидите 10 картин, из них, может быть, 5 вам совершенно не понравятся, но 5 других, ну, то есть, никогда не знаешь что. Они сняты в разных жанрах, они сделаны, ну, так, чтобы вот обязательно все-таки, ну, это было жанровое разнообразие, чтобы обязательно хоть что-то, но сильно понравилось. И вот это тоже, ну, своего рода этот фестиваль, фестивальная программа этих 10 картин. Они короткометражные, поэтому они укладываются в 2 часа времени. Там любой фильм не длиннее 10, но максимум 15 минут. И это как раз-таки тоже очень многие любят этот фестиваль именно из-за того, что они увидят что-то совершенно непонятное, неизвестное. Это для них вот тоже кот в мешке и какая-то такая вот приятная неожиданность. Я хочу просто еще сказать, что, к сожалению, вот именно сейчас раньше не было такого, чтобы о фильме мы знали слишком много. И вот когда я смотрел трейлеры, там, 40-х, 50-х годов, меня поражало то, что рекламные ролики о фильме, они абсолютно не раскрывали сюжеты фильмов. То есть это стало как-то больше в 70-е, 80-е годы развиваться. Вот трейлеры стали больше, ну, нам сообщать о фильме. Фильмы, трейлеры 40-х годов вообще снимались на съемочной площадке, и это были скорее интервью с актерами. То есть там, да, я играю там вот священника в этой картине, да, вот вы увидите меня совершенно в необычном образом. Максимум, что там говорит актер. И это просто несколько интервью на съемочной площадке, нам показали какие-то декорации. О чем будет фильм? Ни слова. Фильм психо, вот этот психо, где Хичкок просто нас водит по дому и говорит, да, здесь произойдет там убийство, и вы вообще вас там содрогнетесь. Ни слова о том, что вот нас ждет. То есть как бы там нету даже кадра из фильма будущего. Там просто Хичкок гуляет по съемочной площадке этого дома построенного и только нагнетает, 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 что вы вот будете сидеть, будете дрожать, вас там охватит ужас. А что конкретно, почему, мы этого не знаем. И вот может быть в этом была какая-то сермяжная правда вот тех вот способов? Ну, наверное, просто стоит учесть, что спецификой временем, я так подозреваю, в те времена сколько фильмов выходило в неделю? Один или два? То есть им не нужно было конкурировать между собой, и не было такой прям, не были, вот не было этих сверхбюджетов, и не было необходимости в сверхприбылях. Сейчас как бы время чуть-чуть поменялось из-за этого, из-за того, что фильмов стало выходить в доковидные времена по 10 в неделю в премьер. Естественно, чтобы пробиться среди этой десятки, в этой гонке, чтобы оказаться на первом-втором месте в топе, естественно, надо было вот просто перед зрителем упасть, раскрыться полностью, так скажем, то есть завлечь всем, чем угодно, актерами, спецэффектами, режиссером, то есть там некоторые, ведь кроме трейлеров, еще начали выпускать, я вот помню какие-то фильмы, первые пять минут фильма, то есть, например, чтобы какую-то интригу, обычно, если в первые пять минут какая-то идет предыстория, то вот ее показывают, то есть, ну вот все для зрителя, лишь бы его как-то, хоть как-то заинтересовать и перетащить его внимание на свою сторону. Ну, как бы, такова специфика времени, тут уже ничего не изменить, потому что интервью со зрителями тоже теперь выходят, но уже постфактум, в дополнительных материалах и прочее. Если фильм выстрелил, то, соответственно, все заинтересуются, что они там говорили. Ну, вот я могу вспомнить еще, Дастин Хоффман жаловался и говорил о том, что только где-то вот в конце 70-х и начале 80-х газеты стали публиковать данные бокс-офиса. То есть, он говорил, до этого это была закрытая информация, она считалась, ну, как бы, ну, спецификой там студии, и это знали, может быть, только, ну, вот внутри кинобизнеса. И он сказал, что это, конечно, очень сильно изменило, потому что сразу вот, ну, это как бы ломает немного какие-то более сложные картины, потому что если фильм не собрал в первый уикенд, там, не был на первом месте, не собрал какой-то, чтобы написали обязательно, побит новый рекорд, то все, он никому больше и не нужен. То есть, там, о нем забыли, на следующей неделе уже там на пятки наступают новые какие-то блокбастеры, и сразу же, а если картина, может быть, более сложная, которую, вот, в принципе, нужно раскусить, и были, ну, вот с той же «Матрицей», опять-таки, там, вот как сарафанная радио работая, вытаскивала картину, она просто держалась в топе, чтобы удержаться. Вот здесь это, ну, вот эти данные о сборах, они немножко тоже стали подстегивать студии, заставлять их вот все бросать на первый уикенд, то есть, чтобы публика пришла, публика сразу же, ну, посмотрела, и дальше уже вот как бы трава не расти. Плохое сарафанное радио, ну, и черт с ним, мы уже в первый уикенд собрали все сливки, дальше там, ну, пусть фильм проваливается. Ну, да, ну, это уже такие игры индустрии, так скажем, но просто можно сказать, что сейчас было, можно сказать, благодаря ковиду все это в большей или меньшей степени вернулось, потому что на первое место по популярности вышли стриминги, а стриминги, как известно, там нету оценки в денежном эквиваленте, то есть нельзя сказать, что этот фильм заработал больше или меньше, потому что он не заработал, ну, нисколько, так скажем, то есть там вернулась система просмотров, то есть сколько этот фильм просмотрели, как в советское время, в советское время оценивалось количеством зрителей, то есть популярность фильма оценивалась с количеством зрителей. Сейчас на стримингах, я так читал, что оценивается количеством просмотренных часов. То есть сколько вот этот фильм конкретно крутили по времени. Потому что если его 5 минут посмотрели и бросили, это одно, или кто-то досмотрел его до конца. Да, то есть там какая-то очень хитрая система. И, кстати, они очень не сразу раскрыли эту систему, то есть не сразу начали давать информацию, какие популярные... То есть это прошло определенное время, чуть ли не год, прежде чем Netflix там опубликовал что-то, какой-то свой внутренний топ. До этого никто не знал вообще, какой фильм пользуется популярностью больше, в какой-то меньшей степени. То есть они там... Ну, у них была, видимо, на это какая-то своя причина, но, возможно, она оправдала себя. Ну, и, наверное, да. Говоря про то, что мы стали знать слишком много о фильмах, в принципе, вот 109 готовили уже часто вот начин... Ну, это была уже отлаженная схема. Сначала проходила новость о том, что Том Круз получит 20 миллионов там за съемки в таком-то фильме. Затем там сообщалось, что Том Круз едва не погиб на съемках такого-то фильма. Там что-то, значит, какие-то сложнейшие трюки. Затем вот... Потом фотография, потом какие-то появляются ролики, потом превью трейлера, трейлера, потом превью тизера, потом тизер, потом трейлер. Ну, в общем, да, это как бы идет такая информационная волна понарастающей. Пока до фильма дойдешь, ты уже, собственно говоря, знаешь кто, как, где, что произошло примерно. Тебе только осталось визуализацию получить, этого всего. Ну, вот это достаточно. И самое ужасное, вот я ловил себя на мысли иногда, вот в послед... Ну, был какой-то момент, что я не могу вспомнить, я смотрел этот фильм или я просто вот его в голове сложил, вот все эти трейлеры, тизеры, шмизеры, фотографии со съемочных площадок, и мне уже кажется, что я его посмотрел. То есть я не могу вспомнить, я видел его или нет. Это ужасно. Олег, это уже профдеформация. Это точно. Я думаю, что просто для такого рядового зрителя такого нету, потому что все-таки мы в потоке информации вылавливаем эти новости, а другие как бы так не делают. Мне кажется, там... Но видишь, есть еще ведь момент страшный, когда человек, посмотрев, ну, там, несколько тысяч фильмов, примерно уже представляет, что его ждет. Если вот мы знаем, что это боевик, там, с Шварценеггером или со Сталлоне, мы прекрасно понимаем, что да, вот, значит, у главного героя похитили жену и ребенка, значит, он начинает разбираться, будет серия каких-то приключений, в конце концов, будет финальная схватка с героем, с этим злодеем. Злодей сначала и забьет, измочалит главного героя, скажет, все, ты, значит, сейчас уже умрешь, повернется к нему спиной, и тут, значит, главный герой из последних сил что-то сделает, что вот... Ну, и вот, короче говоря, вот мы уже все знаем, мы знаем все эти... Ну, то, что раньше было в новинку, ведь эти все изобретались, изобретались вот эти... Где-то это в первый раз ведь сработало, где-то вот вызывало вау у зрителей, а потом это стало уже ходульными какими-то штампами, которые, ну, вот, мы уже знаем абсолютно, используя в нашем воображении. Ну, что же, мне показывает, что время, к сожалению, завершилось, но поговорили мы сегодня о том, нужно ли нам что-то знать много о фильмах или нет. Подводи итог, наверное... Да, и, наверное, надо резюмировать, что все-таки надо золотую середину соблюдать. Что-то, конечно, можно поинтересоваться, потому что, наверное, в наше время идти совсем на кота в мешке для, ну, скажем так, для обычного зрителя. Это все-таки риск, риск, ну, скажем так, потерять время, потерять деньги. Если у вас в избытке и того, и другого, конечно, можно как бы гулять по всем любым премьерам с закрытыми глазами. Если вы все-таки цените там время и хотите вот именно получить что-то вот выборочно, что-то, какое-то удовольствие заранее спланировав, наверное, стоит поинтересоваться хотя бы сюжетом, чтобы не оказаться на боевике, когда вы шли на мелодраму. Вот. Ну, и, конечно, слишком углубляться, наверное, тоже не стоит, чтобы не испортить впечатление, не пропал этот вал эффект, который иногда все-таки присутствует в картинах. Спасибо вам большое. Владимир Веселов, Олег Пекка, программа «Синема». До встречи через неделю. До свидания. На одной волне с городом. Радио. Болтком. Хочешь выиграть 100 евро? Зайди в свой профиль via SMSLV и ты автоматически будешь зарегистрирован на ежедневный розыгрыш. Условия акции ищи на сайте viaSMS.lv Эластичный заем. Чтобы жить лучше, не обязательно менять все. Достаточно и небольших перемен. И это не так дорого. Выбирай продукты со знаком Риме «Лабо Акайдзивей». До 10 января. Филе Атлантической трески без кожи 10 евро 99 центов за килограмм. А также на цельнозерновую муку «Херкулес» скидка 30%. Риме призывает. Делай покупки ответственно. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...